что ребята всем привет давайте прокатимся еще разочек в первом видосики вроде все получилось звук получился такие они пока мутные не зная как все это правильно делать научусь обещаю все у нас будет в порядке сейчас пойдем катнем кружочек потому что это инкубация уже просто одолела инкубация изоляция как хотите называйте на улице плюс 5 так себе погодка обдувает конечно серьезно но даже с этим мотоцикл на этом мотоцикле в рукава задувать сильно что холодно не могу понять как лучше сделать нам нужно туда да и это уже поджать что-то никто не катает сюда была хорошая погода у меня был family day фикси так пойдет вот если же на машине женой с детьми там гуляли катались на велосипедах на сегодня мой день чё поехали сегодня катнемся на мотоцикле и хрен его знает где он есть я думаю сейчас ему позвонят он выйдет заберет пакетик там для него лекарства лучше нам не контактировать со старшим поколением поэтому вот такую доставку осуществляю привез повесил и уехал час вирус выветрится весь на свежем воздухе и помчим дальше появляется опыт вождения ребята по таким дорогам honda девиль принципе все ролики что будут дальнейшие будут связаны с ним вот я еще пока не познакомился с таким мото братством с которым можно было бы там поменяться мотиками о во во тест-драйв обзор заднюю покрышку мне очень плохая для таких дорог если честно а по главное не проколоть идет очень плохо но мой опыт не профессионала да то есть вот он постоянно рыскает может из-за того что резинка коленка лысая может еще из-за чего на улице холодно поставил все на шлем кстати пинлок ребята обалденная вещь если будете покупать шлем обязательно покупайте с пинлоком на этом не удали типа в подарок типа в комплекте я даже не помню как это произошло аграды он есть и есть очередная фишка то маркетинговый ход мы сейчас вот катаюсь такую погоду там до плюс 15 и даже когда отдыхание до теплый идет рост катаюсь до плюс 15 и уже как бы все равно визор потеет приходится открывать а конкретно моем шлеме он живет только в крайнем верхнем ну или в крайнем нижнем положении и защелкивается да то есть вот эту щелку нижнюю оставляешь ее все равно не хватает чтобы защелкнуться вот поэтому приходится что-то придумывать какой-то велосипед видите уже уступают даже лучше дядя уступи мне тут так как бы новичок за рулем я еще заедем на дачку что посмотрим может там сашули просил он а у меня сегодня шлема нет тогда не поедем просил он ребенку прокатить но этого делать нельзя по закону поэтому не поедем туда мы сейчас двинем ребят лайтову кружочек дадим просто надо вкатываться короче его там и нет дома надо вкатываться то есть как бы весь смысл у меня сейчас вождение такое я хочу на нем ездить на работу поэтому нужно как-то адаптироваться к мото миру это очень классно очень прикольно и мне этого этого очень хочется про пинлок да ребята то есть пинлок это вообще вещь но при покупке шлема я не учел другого то есть куда крепить камеру я типа блогер как вы поняли раз вы подписаны и смотрите мой канал да вот зарабатываю миллионы поэтому могу себе позволить китайский шлем испанского производства далее мне в подарок очень пинлок вот видите на дороге делать там где люди идут они там где вам хочется ну и валялся он валялся дня два назад я его отдел дома чё за пинлок чё за история такая история ребят очень классная если вы значит ездите в такую погоду когда температура вашего выхлопа изо рта скажем так превышает температуру окружающей среды я это по крайней мере так понимаю то визор потеет создается конденсат у меня шлем хорошо проветриваемый я открываю его на все и сзади и спереди и сверху и снизу но все равно этот конденсат никуда не уходит и поэтому на помощь пришел мне пинлок я просто удивился что это за вещь во первых это очень достаточно сильно снижается шумность просто колоссально снижается шумность ребята такое ощущение что вот реально в квартире закрыли окно вот настолько стало меньше шуметь конечно сейчас из недостатков у меня конкретно то что какие-то выпуны в дороге среднее стекло мне все прям прилетает четко сейчас в голову тут такие завихрения у меня в ушах вообще непонятно что происходит вы бы знали а мы сейчас доедем до белых колодезе кстати сейчас может быть покажу вам ребята бомбический валик точно давайте съездим посмотрим вот и вот когда я слегка пригибаюсь конечно вообще проблем нет я как еду как на с-классе да ну а так уже я еду на хонде на жигулях там в который сквозит поэтому покупку шлема это такое интересное занятие не покупайте дешево я хотел взять самый дешевый а зачем но мне потом отговорили сказать что это просто пластмассовая просто литье под давлением из пластмасса и кусок пенопласта возьми хотя бы этот коль заговорили про шлем давайте я вам про него то и продолжу сегодня разговор будет про шлем шлем у меня ls2 ff 3532 там черт голову сломит чё там чего поэтому собственно говоря название я особо путаюсь недостатки шлема это я не знаю как по шумности у hgc по шумности он чуть-чуть но не было на есть по шумности он больше а шлем что-то в горле першит много разговаривать а шлем ls2 вот этот вот он как бы стоил типа 14 потом типа он там стоил я не знаю сколько еще еще но короче я взял там за 7500 шли за 8000 вот но это в принципе нормально у меня чё больше скоростей нет что ли все ну все вот пять тысяч сто тридцать пять тысяч оборотов 130 пин долим 140 подходит но он все разойдется конечно на дальняк неудобно будет я вот тут-то катаюсь уже что-то не очень немного даже жалею что взял но ничего мы сейчас сиденье перешлием со стеклышком разберемся вот начались выбраться на 140 и касаемо шлема все в принципе достаточно хорошо но внутри он тесноват из-за того что он 2xl у меня жбан здоровый получается раз чтобы на размер шлема экономить они внутреннее пространство как-то жертвовали внутреннее пространство еще из крутых плюшек шлеме у меня есть очки то есть опускается визор солнцезащитные вот эти вот очки шлем хорошие из дешевого сегмента скажем так шлем хороший стоит ли его советовать и решать лично вам так нам по моему поворачивать да я повернем сюда что сюда на мальчина поехали поищем бомбически у вас можете мулька найдем и владелец шлем достаточно хороший интересный в принципе мне приятно то что есть много плюшек многие ребята ездят ну со шлемами хуже дешевле в принципе там разница 3000 но нет такого комфорта получается как здесь допустим те же очки вот я на днях уехал было солнце я как бы спокойно про так что тут у нас спокойно опустил визор и поехал кто-то там щемился щурился бы то есть вот такие вот мелочи они конечно решают но стоит ли они этих денег решать лично вам сейчас конечно шлем покупать невыгодно за пятнаху можно там за 18 даже я не стал покупать шоя шлем хороший шлем шоя но не был там очков типа плюшек короче не был китайцы берут плюшками поэтому так вот вся катнемся посмотрим здесь еще как кто живет ведь перевозками ребята занимаются где-то должен быть бомбически у вас здесь стоять а где я чё-то понять не могу на эту улицу поедем или на какую по им на следующую паренек диму ли которому я продал его здесь живет принципе вроде у меня на улице стояла может и в гараже но мы еще так восьмерочку по деревне дадим и в принципе вернемся наверное это вернемся домой потому что что-то погода вообще шепчет займи и выпей холодновато здесь интересно здесь гаи часто в этой деревне тусуется я сюда приезжал несколько лет назад но несколько лет десять лет назад на наяве тут менты нас щемили принципе почта россии видите то есть другой городской округ и уже немножко все по-другому единственное что мне не нравится но эта деревня хорошая она лежит сторонке то что здесь видите дорога и как бы детям погулять опасно но благо здесь адекватно люди ездят еще у меня друга ну здесь рубанули машину дверь мопедист какой-то все друг друга знают менты тут гоняет ты чего бегал ты чё догонял очень интересная деревня называется на белой колодезе ну и завершая разговор о шлеме наверное хватит вам до намекать шлем в принципе больше за чем против но покупать его нужно именно в сезон каких-то распродаж они в пик да когда он стоит бешеных денег конечно если я его купил за сколько порядка 8000 там 7500 пускай 8 соответственно цена ему там вообще меньше 100 евро 50 евро ему цена ну чё можно говорить о таком шлеме за 50 евро до понты да и только но тем не менее он кажется достаточно таким достойным шлем купил я белого цвета так их другого честно говоря не было но и в принципе на дороге белого цвета шлем лучше видно другом меня вообще думал что я полицейский и как бы сначала не понял типа где чё полиция что достаточно интересно вот разговаривать неудобно у меня был hdc шлем один excel и у меня было место для микрофона здесь микрофон лежит прям можно сказать во рту благо то что звуковозаписывающие устройства достаточно хорошие все отлично получается очень сильный ветер еще спорю ребята где то вообще примут боковые вот эти вот в жопу или сука успел я скинуться здесь вообще шесть или бай ровы на бай так как так товар я забылся я совсем ребята 60 не знаю в жопу подлетела на мне скорее всего да будем ждать ничего привыкнем но все мои хорошие спасибо вам за просмотр и лайкос и бомбите что-нибудь придумаем сейчас погода наладится покатаемся еще коронавирус победим этот флагами а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...